Привет, ребята! Совсем немного предыстории. Что же такое FossiBot? FossiBot это китайский бренд, специализирующийся на портативных электростанциях, прочных смартфонах и планшетах. Итак, компания FossiBot выпустила свою последнюю инновационную модель FossiBot F109. Этот новый прочный смартфон с защитой по стандарту IP68-69 оснащен вот таким двойным экраном. Процессором Demand City 6300 с поддержкой сетей 5G, основной камерой 50 Мп и аккумулятором емкостью 10600 мАч. Это первый надежный смартфон среднего класса с поддержкой 5G, оснащенный дополнительным экраном. Модель F109 сочетает в себе передовые технологии и высокую надежность, идеально подходящую для тех, кому нужен надежный смартфон с поддержкой 5G по доступной цене. 5G – это больше, чем просто высокая скорость. Оснащенный 6-нанометровым процессором Mediatek Dimensity 6300+, FossiBot F109 обеспечивает достаточно быструю и эффективную работу в играх, а также при работе в режиме многозадачности. Он оснащен 8 ГБ оперативной памяти, которая может быть увеличена до 24 ГБ, что позволит запускать приложение еще быстрее. Встроенная память объемом 256 ГБ и поддержка карт памяти объемом до 2 ТБ обеспечивают просто гигантское пространство для хранения приложений, игр, видео, фотографий. Особо хотелось бы выделить, что F109 – это первый надежный смартфон среднего класса с поддержкой 5G, оснащенный двумя дисплеями. Его 6,7-дюймовый фронтальный экран HD+, соотношением сторон 20 к 9 обеспечивает полное погружение. 1,32-дюймовый дисплей на задней панели обеспечивает быстрый доступ к уведомлениям, управлению музыкой, таймеру, часам. Когда телефон не используется, дисплей на задней панели позволяет пользователям отслеживать ключевую информацию, не включая главный дисплей, что в свою очередь позволяет экономить заряд телефона и продлевает срок службы батареи. Этот смартфон оснащен 50-мегапиксельной камерой с искусственным интеллектом в качестве основной камеры заднего вида, 5-мегапиксельной камеры для макросъемки и 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Он предлагает обычный режим съемки, режим 50 мегапикселей, эффект красоты, подводную камеру, эффект боке, распознавание с помощью искусственного интеллекта, ночной режим, профессиональный режим, режим макросъемки и функцию сканирования. Этот смартфон создан для работы в самых сложных условиях, сертифицирован по стандартам защиты от воды, пыли и ударов IP68, IP69K, а также соответствуют военному стандарту Military STD-810H. Проводите ли вы время на строительной площадке, ловите ли рыбу у воды, купаетесь, ныряете под воду, совершаете пешие прогулки или катаетесь на велосипеде? Модель F109 создана для работы в экстремальных условиях. Это практически идеальное устройство для тех, кому нужен смартфон, способный выдержать непредсказуемые испытания как на работе, так и на отдыхе. Этот защищенный телефон оснащен мощным аккумулятором емкостью 10600 мАч, который обеспечит вас энергией, необходимой для того, чтобы активно пользоваться разными приложениями и оставаться при этом на связи в течение всего дня. По заявлению производителя, при использовании одной сим-карты F109 обеспечивает более 25 дней работы в режиме ожидания. Если он вам нужен, например, для определения местоположения по GPS, то при средней яркости экрана и половинной громкости он обеспечит вам 16 дней навигации. Относительно быстрая зарядка мощностью 18 Ватт позволяет с нуля зарядить F109 на 80% за 3 часа и на 100% за 4 часа. Для разблокировки телефона достаточно взглянуть на фронтальную камеру или приложить отпечаток пальца на кнопку разблокировки. F109 также оснащен поддержкой NFC, что позволяет легко совершать платежи, обмениваться файлами и контролировать доступ. А теперь мой самый любимый тест для защищенных телефонов. Тест на защиту от воды. И дляgirlomos тоже. Готово. Энди-то неотъем reinforce когда закончат с терятий файл или перимачиваешь? У нас отдел hallucinations со своей эстеми. Отер recording ш 삼 св6 освобождаем. Как этого и следовало ожидать, тест на защиту от воды успешно пройден. Итак, ребята, слушаем звук сразу же после купания телефона. Вот прошло буквально секунд 10-15, я вышел из ванной и сразу же слушаем звук. Как вы можете убедиться, звук вообще не просел, нигде ничего не хрипит. Как это обычно бывает после того, как даже защищенные телефоны стоит намочить и какое-то время телефону нужно просохнуть. И пока телефон не просох, то мы можем слышать такой хрипящий звук. Здесь на удивление ничего подобного нет. Для такого даже бюджетного телефона прямо приятно удивило. Субтитры сделал DimaTorzok